Добрый день. Надеюсь, что меня слышно. Прошу кого-нибудь откликнуть. Да, вас слышно. Да, отлично. Так, у нас на часах 10.30. Начинаем наше занятие. Так понимаю, Дмитрий Сергеевич, наверное, чуть попозже подсоединится. Значит, проверена вторая лабораторная работа. У кого есть замечания, обратите на них внимание, потому что замечания в основном связаны с невнимательностью студентов по тому, что нужно было выполнить задание. То есть забывали просто какие-то вещи это делать. И отразить это в отчете и в записи. Вот. То есть это к тому, что прочитывайте перед тем, как... После того, как вы выполнили свои задания, перечитайте еще раз PDF-ку, что же надо было сделать, не забыли ли вы чего-нибудь. Так. Впереди у вас третья лабораторная работа. Давайте посмотрим, что же там нужно сделать. Так. Третья лабораторная работа у вас посвящена планированию локальной сети организации. Немножко затрагивалась эта тема на дисциплине сетевые технологии. Как вы помните, там при планировании сети у вас должна вестись определенная документация в виде схем уровня L1, L2, L3, соответствующих физическому, канальному и сетевому уровню моделей СОСИ. И кроме того, обычно при планировании сети ведется еще документация по распределению адресного пространства и номеров вуланов в табличном виде. В начале этой лабораторной работы в описании вам напоминается, что подразумевается, что следует отражать в документации по сети. И приводится, в общем-то, готовая схема первого уровня для той части сети, которую вы начнете проектировать, начиная с четвертой лабораторной работы. Предполагается, что у вас будет две территории, Донская и Павловская в Москве, и определенный функционал будет на той и другой территории. То есть у вас определенное логическое разбиение на подсети внутри организации. Напоминаю, что на схеме L1, то есть на схеме физических устройств сети, приводится, собственно, топология сети, и планируется резервирование определенных номеров интерфейсов оборудования под те или иные нужды. Надеюсь, что обозначения такого рода вам будут понятны. Если нет, тогда можем потом вернуться и спросить то, что вам непонятно. Значит, кроме того, у вас есть примерный план распределения вуланов в соответствии с той структурой, которая вам предлагается для подсетей организации. Для чего требуется такое разбиение, вам нужно вспомнить для этого определение вуланов, то есть для чего они нужны, и зачем их используют, вообще говоря, при администрировании и проектировании сети организации. За распределение вуланов по подсетям в плане планирования отвечает вторая схема, схема, относящаяся к канальному уровню. То есть здесь только у нас, опять же, та же самая топология, но вместо уже номеров интерфейсов у вас идут номера вуланов. И третья схема – это схема распределения адресного пространства в сети организации. Здесь уже отображается только то оборудование, которое отвечает у нас за адресное пространство и за маршрутизацию, то есть это у нас третий уровень моделей СОСИ. И, соответственно, адресное пространство отображается в виде такого абстрактного объекта, как облака, просто с тем диапазоном, не диапазоном, а с тем адресом сети, который им предназначен. Опять же, вам нужно вспомнить IP-адресацию версии 4. Из чего состоит сетевой адрес, почему он имеет такую форму, то есть вспомнить немножко теорию по этому поводу. Ваша задача будет повторить эти схемы в вашем отчете. Сразу оговорить, что делать это нужно в том редакторе, который вы потом сможете изменить. То есть вам эти схемы потом нужно будет дополнять и проводить их в соответствующих отчетах. Поэтому просто дать картинку, конечно, можете в отчете, но у вас должны быть те версии файлов, которые вы потом можете видоизменить. Достаточно просто видоизменить. Кроме того, у вас дано, в общем-то, предлагается вам распределение, то есть таблица с распределением IP-адресов на соответствующие оборудования и на соответствующие подсети. То есть помимо схем визуальных таких, вам предлагается еще и таблица. Ее тоже нужно ввести в редактируемом виде, чтобы потом либо исправить, либо дополнить, либо там еще что-то сделать. Напоминаю, что здесь должно соблюдаться как на схемах, так и в таблицах соглашения об обменовании оборудования, то здесь должно быть добавлен ваш логин между территорией и типом оборудования. Делается это и в таблицах, и в схемах, и потом в самом проекте ПК-трейсера, когда вы до него дойдете. Еще одна таблица. Это таблица уже соответствия портов, которые вы на оборудовании будете настраивать, и тех валанов, которые им на разных интерфейсах назначаются. Так, тоже ее нужно иметь. Собственно, в задание у вас входит, во-первых, повторение того, что приведено выше для сети адресов 10.128.00.16, и кроме этого, те схемы, которые у вас видоизменятся в связи с изменением адресного пространства на сеть типа 172.16 и на тип 192.168, те таблицы и схемы вы видоизменяете, как это требуется по заданию, и тоже проводите в своем отчете. Вот, и здесь вы с ПК-трейсером напрямую на данный момент не работаете, а работаете именно с документацией сети в удобном для вас виде, в удобном для редактирования виде. Не забывайте подготовить ответы на вопросы и привести их в конце видеозаписи. По поводу видеозаписи. Запись, прям подробная с рисованием, не обязательно, но обязательно ваше пояснение, почему вы приводите схему в том или ином виде, почему вы приводите таблицы в том или ином виде, то есть, чтобы было видно, что вы с этой таблицей поработали. И вы понимаете, как вы потом будете проектировать сеть на основании ваших таблиц, не чужих, а именно ваших таблиц, неиспособия. Если есть вопросы, прошу сейчас задать, если они появились, либо организационные, либо содержательные. Так, пока вопросов не возникло, тогда передаю. Есть слово для Сергеевичу. Если есть что рассказать сегодня. Да, конечно. В принципе, все, что нужно, рассказано. Попробуем то же самое с теоретической точки зрения обобщить. Сейчас я подключу. Так, и немножко акцентирую тоже внимание студентов. Сегодня был заменен файл третьей лабораторной работы, там были опечатки. Поэтому, если вы раньше скачали, пожалуйста, скачайте сейчас. Свежий файл. Так, и есть ли еще доклады на сегодня у студентов? Вдруг кто-то хочет сегодня что-то рассказать? Не стремятся. А зачем им? Отчислим всех их встречу. Итак, видно, да? Да, видно. Возникает вопрос о планировании локальных сетей. Дело в том, что есть несколько видов сетей, и они имеют разную структуру и по-разному планируются. Ну, давайте мы посмотрим нашу структуру организации. Во-первых, мы должны подогнать сеть к структуре организации. Наша первоначальная структура – это наличие двух территорий. Соответственно, у нас сеть должна быть связана между двумя территориями, то есть две локальные сети и связанные между собой. Кроме того, нам нужно подключить дисплейные классы. Так, нужно подключить дисплейные классы, кафедры и административные подразделения. Ну, и кроме того, мы должны будем выделить… Тут не написано, но понятно, что, собственно, управление самой сетевой структурой, то есть сетевая структура тоже должна быть выделена в некую отдельную сеть, которой мы управляем. Предлагается делать иерархическую модель сети. Ну, это вот системный подход. Вы представляете, что такое? И системный подход подразумевает два подхода внутри себя – это холистический и редукционный. Вот, собственно, редукционный у нас, когда мы откидываем все ненужное и оставляем только нужное, и создает иерархическую модель сети. Ну, для чего это нужно? Почему нельзя глянуть на сети и сразу все понять? Ну, потому что человеческий мозг может удерживать ограниченное количество объектов. Сколько человеческий мозг удерживает объектов, вы знаете? Мозг удерживает 7, плюс-минус 2 объекта. А обезьяна сколько объектов удерживает? Высшие приматы удерживают не более трех объектов в уме. То есть разница небольшая, но вот разница между высшими приматами и человеком все-таки есть. Соответственно, когда мы строим иерархическую модель сети, то мы ее как бы разбиваем на части. То есть одна часть под частью, вот как бы второй уровень, потом у этого уровня еще. На каждом уровне мы имеем достаточно малое количество значащих объектов. И количество уровней тоже небольшое. Таким образом, сгруппировав и разбив на уровни, мы можем уложить эту структуру, не сразу полностью, а своими элементами в наше мышление мы ее лучше понимаем. Кроме того, эта модель становится модульной. То есть, когда нам нужно добавить еще одну сеть, мы просто ее добавляем тут еще один разъем и подключаем новую сеть. Нужно убрать. Мы ее убираем. Таким образом, легко, легкими модулями мы расширяем и сужаем сеть. Легче искать проблемы. Если возникла проблема в сети, мы достаточно быстро можем локализовать ее место, какая подсеть, и уже пытаться ее устранить именно в этой подсети. Кроме того, мы можем, если нужно, делать отказоустойчивые соединения. Вот таким вот образом, например. Ну и несколько функций распределять по нескольким устройствам. Ну, в данном случае мы для сети и организации рассматриваем вот эти три уровня. Надо сказать, что для разных сетей есть разное количество уровней. Например, для сетей дата-центров используются только два уровня. При этом связь между этими уровнями полно связана. То есть, такой гиперкуб. Но пока мы это не рассматриваем. Итак, у нас ядро сети. Ну, обычно ядром сети у нас является маршрутизатор. Ну, в каждой сети. То есть, мы рассматриваем каждую маленькую сеть, потом объединяем их больше и так далее. Соответственно, это может быть как маршрутизатор, так и коммутатор третьего уровня. Маршрутизирующий коммутатор. К нему мы подключаем уровень распределения или распространения. Как перевести? Точнее, не знаю. У нас так получается, что... Ну, наука, вы знаете, строится пирамидально. То есть, есть где-то научный центр. И потом к нему подключаются дополнительные. То есть, вот так же иерархические. Соответственно, научный центр производит и лексику. Поскольку после развала Советского Союза научные центры в Советском Союзе фактически исчезли. Ну, сейчас, может быть, пытаются что-то сделать. Получится? Нет, никто не знает. Конечно, получится с санкциями США. У нас Воленс-Ноленс придется делать свою науку. Соответственно, вся лексика у нас сейчас идет английская. Поэтому, когда пишут русскую лексику, получается какой-то кривой перевод с английского. Ну, и вот на этом уровне у нас находится устройство. Которым хосты не подсоединяются. К ним подсоединяется access level. То есть, коммутаторы. Вот это вот ядро. Distribution. Это access. И вот, собственно, к access коммутаторам и подсоединяются хосты. Вот такая структура. Ну, и на них, на каждом уровне, своя функциональность. Ну, вот, например, на самом деле, вот я тут как Core Layer, как маршрутизатор нарисовал. На самом деле, он обычно делается в таком виде, что у нас быстрый коммутатор, которому distribution level подсоединяется. А к нему тоже подсоединяется маршрутизатор. Так, чтобы разные сегменты могли с собой общаться и с маршрутизатором. Ну, вот это вот набор и задается Core Level. Ну, в принципе, если мы ставим маршрутизирующий коммутатор, такой урезанный маршрутизатор в нем находится, то фактически это объединение коммутатора и вот небольшого маршрутизатора. Вот. На distribution level у нас политики безопасности, COS. Определяем, как связаны между собой вланы и так далее. Ну и access level достаточно самых таких простых level 2 свечей. Там мы подключаем устройство, как я уже сказал, плюс к этому обычный access level идет с поя. Это питание по Ethernet, чтобы мы могли подключать, скажем, точки доступа только по витой паре без электричества. Очень удобно. Не нужно нам еще слабо точку, не нужно нам ток тянуть, достаточно слабо точки до нее дотянуть и все. Ну, вот у нас примерно вот такая структура будет в сети. Выбрали мы, что 28-11 это такой достаточно простой маршрутизатор без всяких экстремальностей. Экстремальностей. Коммутатор 29-60 для distribution level, 29-50 для access level. Ну, на самом деле 29-50 уже не выпускает, конечно, но у нас тут есть он. Соответственно, вы можете подобрать оборудование в зависимости от того, что есть у вас. 29-60 более продвинутые, но они вот стыкуются, например, стэком можно их делать, у них софтинка получше, ну, и так далее. А разница вроде бы незначительная. Ну, и кроме того, у нас задается некая иерархическая схема наименования. Ну, тут у нас название города. Если у вас компания международная, вы можете тут название страны сделать. Дальше у нас некий географический, географическая привязка в этом городе, у нас привязка к улице, потом роль устройства в сети, это вот у нас гейтвей, маршрутизатор, свитч, причем мы можем, когда много свитчей, скажем, задавать дистрибьюшн свитч и эксо свитч, то есть еще в нем задавать какого типа этот свитч. Ну, и дальше мы вот тут выбрали просто порядковый номер. двадцать потому что у нас не так много устройств. На самом деле можно задавать более подробное назначение, если у нас достаточно крупные здания, скажем, мы тут зададим этаж, второй этаж, комната 222 и номер в этой комнате второй. Если это же немного, можно 02 сделать, пожалуйста. То есть вот такое обозначение тоже возможно. Тут вы должны проявить, когда делаете сеть некие навыки системного мышления. В отличие от гуманитариев естественники получают эти навыки, изучая предметы специальные, так что вы должны владеть этим навыком. Ну, а мы сейчас пока делаем просто порядковый номер, чтобы не усложнять нашу схему. Документация. Ну, вот у нас есть три уровня сети. Собственно, схемы по этим трём уровням нужно. Иногда вместо того, чтобы делать отдельную L1-L2 схемы, делают совместную схему L1 плюс L2, то есть к портам ещё привешивают VLAN-ы. Ну, это опять же всё зависит от размера сети. IP-план, то есть по какой схеме выдаются IP-адреса, к чему они привязаны. Вообще всё это документирование лучше вести в специальных программах. Ну, пока вы ведёте вручную, может быть мы вам дадим эти специальные программы, если увидим ваше внутреннее желание продвигаться в это направление. Далее у нас идёт список VLAN-ов, список интерфейсов. Ну, видите, всё это связано. IP-адресация это третий уровень, VLAN-а второй уровень, интерфейс первый уровень. Потом полный набор список всех устройств, где они находятся, какие это устройства, какие версии на них железа и так далее. Ну и кабельные метки, значит, ну и регламент. Тут у нас вообще два типа программного чечения идёт. первое это то, которое у нас позволяет собрать весь список оборудования, то есть хранить себе, и второе это всякого рода мониторинговое программное обеспечение, но обычно они в том числе собирают и сведения об оборудовании, но в принципе когда мы делаем оба этих типа программного обеспечения, мы стараемся их связать друг с другом, чтобы передавали данные друг другу. Ну вот например у нас задаёт строится некий мониторинг есть, предположим, мониторинг он собирает список по SNMP что у нас на каждой железке находится, дальше мы с помощью специального софта типа RunSida например мы можем скачивать то, что у нас на этих железках находится конфиг этих железок и у нас получается А бэкап конфига и Б мы можем ещё этот конфиг править и рассылать на все железки обратно Ну в общем вот это этап проектирования он крайне важен потому что главное в работе системного инженера это меньше делать всяких простых и одинаковых дел чтобы голова была свободна для более важных задач вот у нас схема сети это у нас первого уровня наша сеть как видите вот наши два это две тут у нас упрощенная схема ну мы должны вот тут были бы указать что это скажем оптика до тут можно поставить было медиа конвертеры ну вот пожалуй все и так у нас тут вот уровень ядра причем вот смотрите у нас вот 29 60 он как бы дистрибьюшн леву и вторая зона второе помещение у нас полоска рассматривается именно как access левел то есть там нет никаких дистрибьюшн коммутаторов мы могли бы там тоже сделать если бы большое было помещение то могли бы там тоже дистрибьюшн сделать но пока это у нас маленькая удаленная сегмент маленький удаленный сегмент сети а дальше мы будем связываться с другими сегментами сети строить новые сегменты на 42 в сочи за рубежом и соответственно у нас там будут уже свои тоже корр левел дистрибьюшн и так далее ну и вот сервера сервера мы видим у нас сделаны через два сегмента серверные но на самом деле это не одни и те же сервера а разные ну с некоторой долей дублирования сделано вот у нас валан два на самом деле вы видите что у нас валан валаны и порты схема очень похожа поэтому если схема небольшая то часто бывает делают объединенную уровень один-два схему то есть к портам добавляют просто еще валаны ну а вот это вот у нас схемы третьего уровня значит тут у нас как бы указаны адреса которые на маршрутизаторе адрес 1 это значит что у нас здесь 128 11 10 128 11 и точно так же везде когда у нас подключается IP версии 6 тогда мы еще тут делаем вот так вот то есть еще адрес IP версии 6 мы добавляем ну да вот собственно вот основная идея это у нас получается смотрите схема маршрутизации третьего уровня но у нас может быть какая-то маршрутизации внутри вот этих сетей с помощью коммутаторов третьего уровня тогда мы должны раскрывать и некоторые из этих сетей когда сложная система маршрутизации тут у нас пока все просто дальше мы должны сесть и придумать название для вланов номера вланов выделить что у нас у нас вот есть дефолтный влан первый конечно его тоже можно использовать для чего-нибудь пожалуйста по первому влану у нас гонятся внутренние например всякие протоколы типа втп ну и поэтому мы как бы не будем давать его ни для чего занимать а для управления устройствами выделим второй план второй план и на втором плане собственно у нас будут всякие айпичники наших коммутаторов и так далее и мы по этим айпичникам ими управлять будем сервера третья ну а дальше мы потом используем ну и начиная со 101 мы пустим сети которые для обычных пользователей вот у нас 104 сети для дисплейных классов для разных кафедр 102 влан если у нас кафедр много и они большие мы можем опять же под них выделить целый сегмент вланов и на каждую кафедру или некий блок кафедр мы даем один влан под администрацию мы выделим влан и для других нужд которые не входят в это вообще это очень хорошо когда вот мы азо добавляем мы как бы классификацию замыкаем на таксономию соответственно мы и режем весь диапазон у нас дается какая-то сеть сети мы выбираем для локальных нужд из немаршрутизируемых потому что мы через над все пускать будем ну и вот берем сеть ну вот такую скажем дроп 16 и все на нее разбиваем при этом для других сегментов мы можем выбирать другие сети ну вот мы как и видели тут дробь 24 сделаю то есть класса сеть но нам это в принципе хватает ну скажем для тех же кафедр или дисплейных классов мы можем выбрать сеть побольше класса б дробь 16 ну или дробь но это уж как вы захотите далее мы должны расписать название устройства по названиям устройства я опять напоминаю что вы должны вставить свое имя туда и код дне свой чтобы было видно что это ваше ну и таким образом мы прописываем что у нас какие порты и что на них какие аксесс порты а какие транковые порты кроме того у нас ну предположим что у нас минимальное выделение сети это класс c хорошо бы расписать как мы будем выделять айпи адреса в этой сети но у нас обычно под шлюз выделяется или самый малый адрес первый ну или 254 например но как вы решите и тогда везде вот такую идеологию следует использовать дальше мы часть адресов под сетевое оборудование часть под сервера потом у нас есть компьютеры со статическими адресами клиентские не серверные а вот клиентские компьютеры со статическими адресами но это может быть нужно для каких-то нужд значит ну например если у него какой-нибудь ключ электронный для софта который там работает он привязан в том числе к айпи адресу вот эти вот серверное оборудование тут это не обязательно что в каждой сети свой сервер например мы можем поставить сервер DHCP у него будут виртуальные порты под все сети ну и соответственно на каждый каждый от виртуальный порт будет иметь свой адрес то есть вот эти вот адреса для каждой сети они тоже могут быть виртуальные кроме того мы выбираем пол адресов которые получают компьютеры подэкси пи часть адресов под принтеры пускаем в каждом подразделении может быть определенное число принтеров ну и резервируем несколько адресов которые можно будет использовать если возникнет необходимость скажем еще принтер 11 принтер возникнет или еще один статический компьютер ну все что угодно может быть ну и когда мы создаем наши сети мы помним что если у нас сеть не маршрутизируемая в интернете если маршрутизируемая в интернете то нам просто дадут наш адрес сети и мы дальше с ним работаем не маршрутизируемая то есть выходящие через над мы тогда выбираем какой какие адреса можно использовать ну вот обычно класса С вот эти вот их используют очень часто для маленьких сетей для домашних а вот класса большой кусок сети можем использовать для больших организаций ну и вот когда у нас делается из многих сегментов сеть и мы хотим чтобы у нас была маршрутизация между этими сетями когда когда очень желательно чтобы не пересекались адреса иначе будет усложнено организация маршрутизации между нашими сетями ну вот пожалуй и все если вопросы у вас какие-нибудь возникли скажите вопросов как я вижу нет я не могу судить если студенты возможно раз никто еще и не взял докладов то есть студентов нету спасибо за внимание так ну что давайте тогда маленькая проверочка руки поднимите кто здесь спасибо можно опустить так значит если доклады сегодня никто не планирует рассказывать то прошу приступать к выполнению третьего лабораторной работы если в процессе будут возникать вопросы то на занятиях можно задать если напоминаю долго не откликаемся то оставляйте поднятую руку сразу куча а еще что у меня тут сразу показалось четыре поднятых руки а я мушкой провел они исчезли может быть и не раньше там задержка идет задержка да так мы с вами записью и тогда остановлю а вы потом запустите а вы а вы а вы а вы а вы а вы Продолжение следует...